Всем еще раз доброе утро! Посмотрите, как много у нас гостей в студии. И давайте со всеми познакомимся. Это Елена Ковалева, заведующая библиотекой имени Паустовского. Софья и Ричард, правильно? Всех правильно представили. Доброе утро всем! Доброе утро! Конечно, мы встречаем Ричарда сегодня по приятному поводу. Это Новый год, который приближается к нам. Символ этого года у нас прямо сейчас появился. Но не только живьем, но и в книжном формате. Книги, посвященные кроликам. Об этом будем прямо сейчас говорить. С какой книжки начнем? Ну, хотелось бы сказать о том, что большое количество книг в библиотеке представлено о кроликах и зайчатах. Потому что кролики и зайцы, они братья. Хотелось бы рассказать вот об этой. Это Беатрис Поттер. История о кролике Питере. Ну, кто не знает кролика Питера, да, в его голубом пиджачке. Это издательство Качели. Я просто только накануне, вот вчера буквально, стояла в книжном. И именно эту книжку листала. Очень хотела ее взять ребенку, но не взяла, потому что мне не понравилась графика оформления. А вот это очень симпатично. Ну, да, да, да. Ну, Поттер, она известна еще тем, что взрослые могут посмотреть «Мисс Поттер». Замечательный фильм об этой писательнице. В детстве у нее тоже было два кролика. Конечно, всем хорошо известен наш хитроумный и находчивый кролик Харриса. Всем вам знакома фраза «Только не бросай меня в терновый куст». Ну, а у нас в России все горячо любят Милна, да, его перевел Захадер. И вот этот кролик удивительный, и Винни-Пух, эти приключения. Ну, так как мы живем с вами в более суровом климате, то о кроликах у нас написано меньше. У нас в основном написано много о зайцах. Вы, наверное, все помните деда Маза и зайца еще со школьных лет. Да, конечно. Ну, и у нас не так-не так давно мы запустили проект совместно с зоомагазином «Живой уголок». И к нам постоянно раз в месяц привозят ежиков африканских, привозили уже попугаев, морскую свинку. И вот совсем недавно у нас в гостях побывал Рич. Да, и произошло знакомство. Софья сейчас расскажет. Давайте немного ему уделим время. Мне кажется, он так переживает и волнуется. Как появился Рич у нас в студии, мы поняли, а в вашей семье кошку не разрешили? Нет, у нас есть и кот, и рыбка, и кролик. Я рассказываю всем, когда я выступаю в библиотеке, я всем рассказываю, что мы гуляли с мамой по лесу и нашли его там как бы из пенька он вышел, допустим. Но на самом деле мы с мамой просто заходили в зоомагазин, и там стояла клетка с маленькими крольчатами, буквально вот такими. И вот этот именно, он так вот встал на лапки задние и начал смотреть на нас. И с этого момента мы поняли, что мы не уйдем без него. Насколько тяжело. И вот такой был маленький и с таким вот сейчас большим встал? Да, да. Правда? Видимо, питание хорошее. Что он ест и как за ним вообще ухаживать? Утром мы его кормим зернышками разными, а вечером мы его кормим сеном. Иногда даем ему всякие вкусняшки, такие фрукты, овощи. Еще бывают такие вкусные палочки для кроликов. Морковку даете ему? Хорошо живешь. Да, прям прекрасно. А сегодня он уже позавтракал? Да. Успел, да? По-моему, у него ранний завтрак сегодня был. Да. И еще какие издания мы можем порекомендовать в преддверии Нового года, чтобы родители вместе с ребятишками прочитали и какой-то книжкой насладились? Ну, конечно, так как мы носим имя Константина Георгиевича Паустовского, это «Зайчьи лапы», это произведение пропитано добротой, нежностью, заботой. Ну и, конечно, еще хотелось бы поблагодарить Софи, потому что Рич у нас не только в «Живом уголке» участвует буквально вчера, но он каждое лето на летней площадке. У нас «Алиса в стране чудес» принимает участие в мероприятиях, да, и неожиданно появляется. Вот, кстати, да, «Алиса в стране чудес». Как же у нас подборка кроличьих книг без этого. Без Алисы. Без Алисы. Надо обязательно вспомнить про то, что есть такая чудесная волшебная сказка на любой возраст, на все времена. А Ричи активный? Он всегда так сидит спокойно? Или он иногда бывает там прыгает, скотчет, не остановить его? Ну нет, просто зайцы, они в общем кролики, они ночные животные, и они больше активны ночью, чем днем. Ночью у них обычно сон, вот, и они лежат, отдыхают. А не мешает это, когда они такие активные, не в самое нужное время? Ну, как бы привыкли уже, да. На балкон выносите, да? Нет, ну, летом он у нас живет на веранде, там, с ранней весны до поздней осени, а зимой он у меня в комнате живет. Ему не грустно одному? Нет, я перехожу с ним, выпускаю каждый вечер. Я понимаю, что если ему найти партнера, то их станет совсем много, и придется кроличью ферму устраивать. Но социально можно с ним как-то общаться, повзаимодействовать, поиграть, покидать ему что-то? Ну, поиграть, да, можно, да. Он реагирует? Ну да, но не настолько сильно, там, допустим, как кот-собака. Ну, может, тебе хотя бы чуть-чуть поградишь, малышок. На другой день заглянул к матушке Мидоус, братец Лис. Ты читал «Братец Лис»? Ты помнишь про братца? Ну, так давно, но очень. Я вот вообще не помню. Мне кажется, это ли не повод заглянуть в библиотеку и взять какую-нибудь книжку и почитать вместе с детьми, как повстречались братец Лис и братец Черепаха. Классно? Продолжение следует...